Солдаты, исполнившие свой воинский долг, возвращаются домой. В войсковой части 78-460 состоялась церемония проводов более 70 военнослужащих срочной службы в соответствии всем традициям вооруженных сил Казахстана. На памятном событии побывала и наша съемочная группа. Осенью 2023 года в армию были призваны 73 солдаты из Туркестанской области, городов Алматы и Кунаев. Они достойно исполнили свой долг перед Родиной. За год освоили военное дело, достигли значительных результатов в боевой подготовке. В своей речи командир войсковой части 78-460 поздравил солдат и пожелал им удачи. Сегодня у нас прошло праздничное событие в части. Это увольнение солдат срочной службы, которые выслужили положенный срок воинской службы. Срочные воинские службы на протяжении года занимались боевой подготовкой, выполняли поставленные задачи, несли службу в суточном наряде. И сами вы видели, что ряд военнослужащих нашей воинской части удостоился получения сертификата, гранта на получение высшего образования. Ну и целый ряд военнослужащих были награждены ценными подарками, значками воинов-спортсменов, выполнивших на отлично все положенные нормативы. Один из тех, кто благополучно исполнил свой воинский долг, Иван Ковалев, уроженец города Алматы. По словам солдата, они многому научились за это время. Уже владеют техникой рукопашного боя, знакомые и с армейской железной дисциплиной. Должность водитель-электрик, заканчиваю срочную службу, через 10 дней уезжаю домой. Поначалу не знал, как все будет. Пришел. Всегда все потерянные. Но быстро вводят в курс дела. И самое интересное в армии здесь проходится у нас. Стреляем, бегаем, занимаемся на технике, изучаем свою специальность за год. Но самое главное, что в армии я понял за этот год, то что, не дай бог, если над нашей страной, над нашим небом будет черный дым, я знаю, что моей полчины, мы все сможем доставить пулю в лоб врага. Мы все защитим нашу страну. В ходе торжественного мероприятия трем призывникам вручили сертификаты. Они выиграли грант на бесплатное обучение в казахстанских вузах. А за отличные спортивные показатели некоторые из солдат были награждены специальными нагрудными знаками. Помимо этого, ряду призывников были вручены их фотографии с боевым знаменем, удостоится которого высокая честь. Особо впечатлила и прошла церемония прощания с боевым знаменем части. Продолжение следует... Ребята большие молодцы. Знаю их с первого дня. Была на присяге. Постоянно приезжаю сюда. Проводим беседы. Обзваниваем родителей. То есть идет, как бы сказать, мы служим небольшим мостиком между армией и родителями. Успокаиваем родителей, решаем вопросы, решаем проблемы. Помогаем мальчишкам достойно отслужить. В плане того, чтобы в период адаптации, это самое тяжелое время, когда они ничего не понимают, мы всегда рядом, мы им подсказываем, помогаем. Также даем обратную связь родителям, чтобы, самое главное, мамы не нервничали, не переживали. Исполнение воинского долга – задача очень важная. Год в казахстанской армии закаливает волю и боевой дух каждого солдата. Они учатся терпению и железной дисциплине. Одна из задач призывников – достойно исполнить свой долг и благополучно вернуться домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова